Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Меня зовут Дмитрий. Я садовник и владелец лично-пособного хозяйства. И сегодня расскажу вам о том, как позаботиться о ремонтантной малины в осенний период, в какие сроки провести обрезку и какие удобрения нужно внести под зиму, чтобы в следующем году она опять порадовала вас щедрым урожаем. В моем саду растет 7 сортов ремонтантной малины. Это сорт Химбатоп, Зюгана, Энросадзира, Мапема, Самохвал, Хвалинка и Жаклин. Эти сорта все высокоурожайные и успевают отдать весь урожай до наступления устойчивых морозов. В прошлом году мы снимали ролик с обзором сортов, которые растут у меня в саду. Если кому-то интересна эта тема, можете его посмотреть на нашем канале. Почему же ремонтантные сорта так полюбились садоводам? Во-первых, ремонтантные сорта дают больше урожай, чем летние сорта. Ягода плотная, транспортабельная и, несмотря на холодную погоду, осенью она всегда сладкая. А самое главное достоинство, что малина осенью не поражается малинной мухой и всегда имеет приглядный красивый вид. Для хорошего урожая ремонтантную малину нужно правильно обрезать и, самое главное, в правильные сроки. Многие садоводы сразу же, как закончились ягоды, закончился урожай, приступают к обрезке. Однако спешить не следует. Обрезку ремонтантной малины нужно проводить в самые максимально поздние сроки. Поздней осенью, в ноябре, а то и декабре месяце, когда уже на улице есть устойчивые морозы. Дело в том, что если обрезать малину слишком рано, то все сахара, питательные вещества не поступили оттоком со стеблей в корни и в следующем году вы можете потерять урожае. Обрезку ремонтантной малины проводим поздней осенью, низко под корень, то есть срезается вся надземная часть. В итоге все фитопатогены возможны и вредители удаляются с участка. В этом случае не потребуется каких-либо дополнительных обработок химическими веществами. Урожай будет здоровым. Существуют, однако, и другие способы обрезки. Этот способ подойдет для тех, у кого нет летних сортов малины. Всю надземную часть мы не будем удалять полностью, а удаляем стебель малины лишь наполовину. Останутся такие пеньки примерно по метру высотой. В итоге летом на этих стеблях будет небольшой урожай ягод, но малине также хватит сил и питания, чтобы дать повторный урожай осенью. Очень важное условие в осенний период это мульчирование малины. Если летом мы мульчируем малину соломой, с кошной травой, то в осенний период всю эту мульчу, опавшую листву, нужно удалить и замульчировать посадки перепревшим компостом либо навозом. На квадратный метр вносим 10-15 литров перепревшего навоза либо компоста. В этом случае малина получит утепление корневой системы от морозов, лучше перезимует, а в следующем году навоз либо компост будет служить питанием для нашей малины. Она весной быстро пойдет в рост, успеет вовремя затвести, отплодоносить, и вы соберете хороший урожай. Когда мы срезаем всю надземную часть малины и уносим с участка, конечно же, заболеваний вредителей не будет. Но если соблюдать второй способ обрезки, при котором мы оставляем часть стебля, то обработку, конечно же, придется сделать, чтобы не возникли различные заболевания, особенно такая опасная болезнь, как дидимела. Для обработки лучше всего использовать медсодержащие препараты. В осенний период уже холодно, и зачастую температура на улице невысокая. Однако можно использовать медный купорос, левобордовскую жидкость. Такие растворы, фунгициды действуют даже при низких положительных температурах. Если на улице есть хотя бы плюс 3 градуса тепла, обрабатывать бордовской жидкостью малину можно смело. Для обработки я использую 3% раствор бордовской жидкости. Главное, чтобы в этот день не было никаких осадков, дождя, либо мокрого снега. Фунгицид попадет на стебли и будет защищать нашу малину от заболеваний. Друзья, интернет-магазин «Процветок» предлагает препараты на основе триходермы, баверии и метаризиума по удивительно низкой цене. С этими биопрепаратами вы предотвратите развитие болезней и вредителей, обогатите состав почвы. Такой набор должен быть в каждой аптечке садовода. Не упустите возможность заказать. Ссылку на биопрепараты по самой низкой цене вы найдете в описании под видео. Обязательно позаботьтесь о ремонтантной малине осенью, чтобы в следующем году собирать урожай ведрами. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok